День борьбы против рака отмечается во всем мире 4 февраля. Это заболевание, вокруг которого образовалось множество мифов об онкологии. Не принято говорить открыто, но и молчать о ней нельзя. Ведь зачастую незнание может стоить человеку жизни. Вы знаете, какие меры профилактики существуют в борьбе с раком? Ну да, для каждого органа можно сдать анализ, как называется, маркер, по-моему. Профилактика, осмотры, медосвидетельственные всякие различные. Вы знакомы с симптоматикой заболевания? Симптоматика, ну, насколько я знаю, онкологические заболевания до определенного, так скажем, периода никак себя не проявляют абсолютно. А симптоматика, она может быть различной, то есть уже в поздней стадии. В ранней стадии она только обследована, может показать. Онкологию действительно легко спутать с общим недомоганием. На первой стадии заболевания пациент может и не заметить, как организм запустил процесс самоуничтожения. Это заболевание не принято обсуждать. Каждый боится, что беда может прийти и к нему в дом. Но избегать проблему не значит решать ее. А между тем от рака не застрахован никто. Ежегодно в Ульяновской области выявляется более 5000 случаев злокачественных наобразований и 2018 год исключением не был. У нас выявлено 5400 случаев рака. Более чем у 4500 человек. Некоторые люди болеют, к сожалению, ни одной формы рака. Но, во всяком случае, это количество меньше, чем в 2017 году. О первичных мерах профилактики знает каждый. Спорт, правильное питание, здоровый сон, отказ от курения и использование кремов с SPF-защитой. О том, что помимо этого нужно регулярно проходить диспансеризацию, помнят не все. Одни ссылаются на занятость, другие боятся услышать страшный диагноз. Но если на первой стадии вероятность того, что недуг отступит, составляет более 90%, на четвертой этот показатель снижается в 9 раз. Основной причиной повышенной смертности от рака в России является поздняя диагностика. Чтобы ранняя выявляемость у нас была, нам нужно ежегодно проходить флюорографию, а лучше, конечно, рентгенографию органов грудной клетки, выполнять фиброколоноскопию и ФГДС для осмотра желудка и кишечника. Ильдар Мухамедзианов жаловался на головную боль. Мужчина обратился за помощью в стационар. Сдал анализы. Оказалось, что в крови недостаточно гемоглобина. В ФГДС, а дальше Ильдару озвучили страшный диагноз – рак желудка. Операция – 18 курсов химиотерапии. С того момента, как мужчина узнал причину плохого самочувствия, прошло уже два года. Динамика положительная, отмечают врачи. Онкологию обнаружили на начальных стадиях. Не надо отчаиваться. Больше жить на позитиве. Поражется жить. Люди, оказавшиеся в этой непростой ситуации, зачастую не знают, что предпринять. Но главный ресурс здесь – это время, которое может как спасти пациента, так и отдать его в руки заболеванию. Екатерина Лазарева, Алексей Прохоров, Вести, Ульяновск.